Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Для тех, кто впервые оказался здесь, обязательно подпишитесь. Здесь я рассказываю про синтезаторы, в том числе и про модульные. У меня есть раздел «Модулярные будни», ссылку я оставлю. А также рассказываю просто про синтезаторы, про свой опыт относительно каких-то устройств музыкальных. Надеюсь, что вам это тоже интересно. Подписывайтесь, будем обсуждать. Для тех, кто еще не поставил колокольчик, обязательно сделайте это, потому что как только видео будет выходить, вы будете получать уведомления. Видео я выкладываю нечасто, поэтому не пропустите оказаться в числе первых, кто посмотрит это видео. Также это будет влиять на мою статистику, если видео первые часы будут смотреть больше людей, соответственно, его будут рекомендовать. Ну и если вдруг вы хотите меня поддержать, то ссылка будет в описании. Там же вы можете задать вопрос, где я буду отвечать в одном из своих видео, посвященный вопросам и ответам. Сегодня речь пойдет об Electron Digitact. Вот такое симпатичное устройство. Оно оказалось у меня, и я поработал с ним. И сейчас я с вами поделюсь мыслями касаемо Electron Digitact и все, что я о нем думаю. Поехали! Для тех, кто не знает, то я вкратце расскажу, что Electron Digitact это устройство, которое позволяет сэмплировать. В мире синтезаторной музыки есть одно из серьезнейших направлений, это сэмплирование. Когда вы берете какой-то фрагмент какой-то песни или ударной, или там сами что-то хлопаете, записываете это и используете это в своей музыке. Ну, в общем-то, сэмплинг является неотъемлемой частью вообще электронной музыки в целом. Так вот, Electron Digitact это устройство, которое позиционирует себя как восьмиголосый диджитал драм-компьютер и сэмплер. То есть из этого можно сделать вывод, что это как бы драм-машина, которая базируется на основе сэмплинга. Вы записываете то какие-то барабаны, и после чего создаете музыку. Но сегодня мы пытаемся выяснить, на самом деле так ли это, или это больше, чем просто драм-машина, или может быть действительно это просто драм-машина. Посмотрим. Моя история заключается в том, что на данный момент у меня нет ни одного устройства электрон, и мне показалось, что я чего-то упускаю, потому что электрон обладает очень крутой штукой, такой как workflow. Это возможность удобно быстро программировать, создавать на ходу какие-то звуки, и все это находится в одном устройстве, то есть так называемые грувбоксы. Я на самом деле никогда не имел у себя грувбоксов, и если так припомнить в памяти, что может быть из грувбоксов популярны, какие-то корги, электрайбы, да, раньше были. Я помню, что была очень крутая редкая штука, Yamaha, по-моему, DX200, это такой, он до сих пор, кстати, популярен, и у многих в студиях он также есть. Это такая же драм-машина, которая основана на FM-синтезе, ну то есть не драм-машина, а это грувбокс, в котором вы можете создавать не только перкуссию, там какие-то синты, лиды, в общем, грувбокс это устройство, в котором можно создавать все в одном. Сама философия грувбоксов довольно интересная штука, то есть что это такое? Это когда ты в одном устройстве можешь создать, например, полностью трек, но в профессиональном мире как-то не очень ценится, что вы создаете трек только на грувбоксе, и приветствуется различное использование разных синтезаторов, даже принципов синтеза разных, например, FM-синтез или аналоговый синтез хорошо вместе совмещаются для получения каких-то крутых результатов, вот, поэтому грувбокс это всегда какие-то ограничения. Но что может сделать грувбокс каким-то интересным устройством? А это именно его возможность быстро и легко создавать музыку, например, у него может быть какой-то крутой секвенсор или какой-нибудь классный эффект, который есть только у него, и вы, например, кстати, вот если говорить, Роунд SP-404, да, это такая сэмперная машина, которая получила популярность только благодаря тому, что у нее куча эффектов, то есть там даже нельзя было с сэмплами работать как-то корректно по сравнению с MPC, например, но вот эффекты, которые были у нее, сделали эту машинку очень популярной, и вот совсем недавно вышла новинка, тоже посмотрите, кому интересно. Так вот, что касается сэмплинга, сэмплинг тоже бывает разный. Бывает сэмплинг, когда вы берете кусочек какой-то мелодии, например, это будет какой-то диско-трек, и используете его в качестве хука, набиваете там какую-то дополнительную драм-секцию, подыгрываете синтами. Но такой тип сэмплинга немного опасен, потому что сейчас все борются за авторские права, и если вы подрежете какой-то кусок популярной песни, то запросто лейбл или правообладающая компания может подать на вас в суд, и тогда ваша музыка превратится в тыкву. Electron DigiTact как раз-таки позволяет сконцентрироваться не на петлях или каких-то узнаваемых элементах в треках, а именно на сэмплировании каких-то one-shot. Для меня остро стояла задача добавить в свой сетап какое-то устройство, которое будет помогать мне создавать музыку, а не просто брать от меня кучу энергии. Я хотел просто сходу что-то набивать, и именно поэтому я искал сначала себе секвенсор, потому что синтезаторы у меня есть, а вот чтобы заставить их играть, я искал себе какое-нибудь устройство, и я его нашел, это Торрес Квит, про него можете тоже немного посмотреть. Но также я склонялся взять Electron DigiTact, потому что у него есть эта функция, о ней чуть попозже тоже расскажу. Это устройство я взял у своего приятеля, в один спасибо тебе за то, что ты даешь возможность мне потестировать его. Если вы можете у кого-то что-то взять и попробовать, аккуратно попользоваться и потом отдать, вы можете понять, нужно вам оно или нет, для того чтобы не просто палить свои деньги и покупать это. У меня такая возможность оказалась, и это супер. Поскольку у меня есть опыт работы с синтезаторами, с их программированием, синтезированием, то я подумал, что ну ладно, возьму, попробую, проверю Electron. Буду без мануала пробовать освоить это устройство. Подключил его и начал там что-то пробовать на фоне своих знаний, которые у меня уже есть, касаемо там драм-машин или просто синтеза. Хочешь посмотреть, какая штука у меня есть? Я запишу ничего в видео? Ничего. Хочешь play нажми? Ну попробуй, я еще сам не знал, попробуй. Что? В итоге у меня мало что получилось. Единственное, что я понял там, как набивать секвенсию, потому что вроде как понятный был секвенсор, но как выбирать сэмплы, еще что-то, конечно, тут была загадка. Равно сюда залез, наверное, ничего не поймем пока. Вернемся к трекам. Чтобы получить максимальный срез знаний, я нашел видео, которое помогает это сделать. Это был видео-обзор от Куку, который рассказывает, в принципе, все поверхностно. И это дало мне возможность погрузиться в меню дайвинг и начать уже даже что-то сделать. Я сделал свой первый скетч. Он, конечно, выглядел очень минималистично, но это, наверное, связано с тем, что я люблю контролировать звук. Есть один момент, когда вы сэмплируете разные звуки, то вам необходимо следить за тем, чтобы частоты у этих звуков не пересекались. Иначе они просто превратятся в какую-то жирную кашу, например, в районе 500 Гц, и у вас будет звучать все не очень. Поэтому здесь необходимо иметь фильтрацию. Это устройство имеет фильтрацию, это хорошо. Но, тем не менее, я стараюсь, когда использую какие-то сэмплы, стараюсь сразу их какими-то делать слишком короткими. И это очень сильно влияет на мой стиль, который в итоге получается. Это какой-то очень сухой такой вот стиль. Я не знаю, как его описать. Сэмплирование для меня не является какой-то особой частью моей музыки, потому что я не очень люблю сэмплировать. Сэмплирование из чужой композиции для меня являлось некоторым каким-то философским моментом. То есть я не хотел использовать чужую энергию, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Хотя есть такое мнение, но и в принципе оно, я считаю, правильное. То, что вся эволюция, развитие арта, оно происходит посредством заимствования одного прошлого в будущее. Это все очень здорово. Но можно заимствовать не только звуки, да, можно заимствовать какие-то музыкальные ходы, там, стили, еще что-то. В общем, сэмплирование для меня никогда не являлось какой-то важной частью. Чаще всего я сэмплировал просто, наверное, какие-то свои синтезы и использовал их потом. Также и в случае с Electron Digitact я взял и записал в него свои ваншоты, которые у меня были заранее заготовлены. Kick, snare, clap. В общем, перкуссионный. Также я записал в него басовый синт и записал в него такой фоновый полифонический какой-то пэт, чтобы попробовать с ним поработать. Теперь хочется поговорить про функцию сэмплирования именно в Electron Digitact. Здесь она, к сожалению, не стерео, она здесь моно. То есть, если вы запихнете, здесь есть вход, он является стерео, если вы запихнете в него, например, стерео из своего синтезатора, то он запишет это все в моно. Также есть ограничение по длительности, что наталкивает на такую мысль, что полноценно сэмплировать вы, в принципе, не можете. То есть, драм-компьютер и сэмплер как раз-таки и оправдывает название. То есть, это действительно сэмплирование ваншотов. Вы можете использовать панорамирование влево или вправо, здесь это хорошо реализовано. Но записать какой-то стереофоновый подклад, например, трека, который вы хотите использовать в будущем, здесь невозможно. Я надеюсь, что это в будущем изменится, потому что это кардинально бы изменило отношение к этому устройству. Хотя бы даже, пускай длина будет короткой, как сейчас, то есть нельзя там шестиминутный трек в него запихнуть, там есть ограничения. Но, тем не менее, стерео, я считаю, что необходимо добавить в это устройство, тем более здесь есть стерео-вход. Когда ты читаешь про то, что, вот, ведь это же всего лишь драм-машина, почему вы хотите от нее стерео? То есть, ну, здесь написано драм-машина, используйте другие устройства для того, чтобы делать, в общем-то, проигрывать какие-то стерео-лупы. Но тогда у меня другой вопрос. А почему в этой драм-машине существует восьмидорожечный секвенсор? Почему? Он настолько крут здесь, что... И это является одной из причин, почему я вообще смотрю на него. Потому что сэмплирование для меня не так важно, а вот секвенсирование в компактном форм-факторе, а также с отправкой CC-сообщений, для тех, кто не знает, это когда вы можете с этого устройства отправлять информацию, например, как будет фильтр там открываться-закрываться, там может гибающая меняться, в общем-то, управлять функциями других синтезаторов с помощью вот этих вот крутилок. И даже более того скажу, что в этот секвенсор вы можете записывать показания этих крутилок. Это некая автоматизация, как в Ableton, если вы можете понимать, да, то это... Когда ты крутишь, это все записывается, и все эти параметры, они записываются именно в секвенсор этого устройства. Получается, это очень крутой секвенсор. Даже другие устройства от Electron, которые имеют более богатые свойства, не имеют такого классного секвенсора. Запись сэмплов в это устройство мне показалась довольно простым. Я вижу индикатор уровня записи, я могу выставить настройки, при которых эта будет запись осуществляться. Также я могу быстро нарезать и загрузить его в какой-то слот памяти или сразу прямо на трек. Это, в принципе, удобно. Если параллельно так сравнивать это устройство, то оно очень похоже немного на несколько симплеров в Ableton Live. Вы понимаете, да? Если взять 8 дорожек симплеров и запихнуть в них какой-то кусок звука и начать с ним работать. То есть это очень похоже. Но, конечно же, здесь еще есть очень крутой секвенсор. Что такое секвенсор? Секвенсор это, в общем-то, информация, которая записывается в 16 или 64 шага, которую вы в данный момент создаете. То есть это нотная информация, триггерная информация. Как я уже сказал, это CC-сообщения, которые передаются по миди, а также они записываются. Вот эти все изменения, которые записываются. Все изменения с вашим сэмплом, которые могут записаться на эти первые 8 дорожек, также записываются. Получается, что вы можете создать очень хаотичную музыку, интересную, и уйти полностью от квадратной музыки. Это действительно дает возможность для какого-то воображения. И это здорово. Сам секвенсор является полифоническим. То есть вы можете взять одну дорожку, вот, например, первую, ну вот их 8, да? Включить режим хроматик и на ней сыграть какую-то мелодию. Получается, что эта мелодия может быть полифоническим. Если ваше устройство принимает полифонию, то вы, пожалуйста, можете играть аккорды, и это все записывается. Сами вот эти сэмплы, которые внутри здесь находятся, вы не можете играть полифонию. Ну, по крайней мере, у меня не получилось. И я начал что-то об этом искать, и нашел даже такую информацию, что люди берут отсюда миди, отправляют в ин, то есть делают вот такое кольцо, и вот этим полифоническим внешним секвенсором играют сэмплами для того, чтобы получить полифонию. Я не знаю, насколько это правдоподобно. У меня просто не было действительно времени с этим ознакомиться, но кажется, что это работает. Эта функция секвенсора меня настолько заинтересовала, и именно поэтому я обратил внимание на это устройство. Сэмплирование для меня второстепенно, но приятно, если оно будет. Тем более устройство, в принципе, небольшое, и я думаю, что место оно в студии может найти. Но я выбирал секвенсор, и я выбрал Тарайс Сквид, и возможностей, на самом деле, у него больше. Мне очень важно иметь какие-то скейлы, потому что у меня нет музыкального образования, и я не понимаю иногда, как выйти из каких-то классических вот аккордов или гамм, которые я уже привык нажимать. Как сделать так, чтобы выйти из них, то вы можете просто включить скейл на Тарайс Сквид, и тогда вы уже переключаетесь в другие скейлы. Это просто суперудобно. Ну и также там есть функции построения аккордов и прочей штуки. Здесь этого нету. То есть, если вас не смущает то, что здесь нет какого-то креатива, и вы можете сами играть, я думаю, что это для вас не будет проблемой. Еще я не совсем уверен в следующих возможностях. Возможно ли подать на него MIDI сюда, например, с какой-то клавиатурой, и записать это в секвенсор. Я думаю, что играть с сэмплами, наверное, можно. А вот именно, чтобы MIDI подать на какую-то дорожку секвенсора, и чтобы этот секвенсор отдал, например, на какой-то синтезатор, это, конечно, вопрос. Я, к сожалению, не узнал об этом. Если вы использовали это, обязательно напишите мне. Это, на самом деле, очень важно, потому что играть на таких клавишах не так удобно. А если у вас есть полноценная какая-то клавиатура, то это будет здорово. Например, тот же какой-нибудь Keystep. Но очень крутая функция – это отправлять MIDI-сообщения посредством от поворачивания вот этих ручек и записывать их в секвенсор. Я подключил это к своему Bass Station, использовал Frequency, резонатор и модуляцию фильтра для того, чтобы создать вот такой вот скетч. Для того, чтобы не крутить их руками, а чтобы это все записано было в секвенсор. Еще одна очень важная и крутая функция этого устройства – то, что вы можете использовать какой-то звук в качестве осциллятора. То есть здесь есть режим воспроизведения сэмпла не только вперед и назад, есть возможность сделать кольцо, то есть луп. И когда у вас маленький кусочек этого звука повторяется вперед-назад, то получается, с большой частотой, когда он повторяется, получается как осциллятор. Вы можете использовать синус, какой-нибудь треугольник, все что угодно. Вы загружаете туда аудиофрагмент и используете его в качестве осциллятора. Я попробовал создать некую FM-модуляцию, когда частота модулировала осциллятор и получился довольно интересный эффект. Также это все можно обрабатывать фильтрами. Здесь есть дилей, здесь есть реверб, здесь есть даже компрессор на мастер-шине, что в принципе позволяет на выходе получить уже какой-то готовый действительно результат. Конечно, полноценным синтезатором назвать это нельзя, но, по крайней мере, вы можете использовать это действительно в качестве синтеза. И для многих задач, кому не так важно именно синтезирование, а важнее сэмплирование, я думаю, что это точно подойдет. Потому что здесь есть огибающие, здесь есть фильтр, здесь есть какие-то модуляционные эффекты и даже аудиоэффекты. То есть, в принципе, круто. Про внешний вид этого устройства я могу, на самом деле, очень много что говорить, но я скажу точно, что это одно из самых красивых устройств, которые я видел когда-либо. Это полностью железный корпус, это красивые кнопки, крутая типографика, приятные очень на ощупь эти кнопки, они мягкие. Хоть они вот так вот сильно выпирают, это похоже на клавиатуру. Но это также напоминает мне винтажные синтезаторы, даже тот же Circlone Sequentics и Роундовские Терки, которые имеют вот такие вот пластиковые штуки. Эти, конечно, посовременнее, но они на самом деле отдают тем винтажом, и это мне очень нравится. Workflow устроен следующим образом. Здесь у вас находится 8 ваших сэмплов, а здесь 8 синтезаторов для внешнего использования, для использования секвенсора на внешних устройствах. И когда вы выбираете один из звуков, то у вас открывается возможность использовать вот эти вот 8 ручек на различные параметры. То есть здесь вы используете именно, переключаете вот эти кнопки, и открываются дополнительно еще окошки с использованием вот этих же 8 ручек. Грубо говоря, что вот раз, два, три, четыре, пять. Пять раз нажимаете, и пять раз на 8 получается вот столько функций доступно посредством нажатия выбора трека, а также выбора дополнительных внутренних функций. Работа над одним звуком, она здесь очень удобна. Но есть большой минус для меня, потому что я люблю, когда я контролирую много звуков сразу, и здесь получается, чтобы контролировать много звуков сразу, нужно вот таких вот, допустим, если 8 звуков, 8 таких устройств. На Roland ZTR-8s, если сравнить, ну, кратенько сравнить их, там получается так, что каждый звук имеет свою дорожку, но параметров конфигурирования гораздо меньше. То есть там три ручки, а здесь вот получается больше этих ручек. Кому как удобнее, не знаю, выбирайте сами. Мне гораздо важнее управлять, например, тоном двух или трех голосов прям сразу, вот, нежели залезать внутрь. Если вам нравится больше саунд дизайн, и вы хотите погрузиться в создание этого звука и в редактирование его прямо сходу, то тогда вам точно подойдет расположение именно вот такое. Очень хочется сказать еще о такой функции, как probability, это возможность срабатывания, то есть частота срабатывания. Там можно выставить 100%, и тогда, когда вы нажимаете кнопку, она будет срабатывать все время, когда будет проходить через нее секвенсор. Если вы ставите 50%, то получается через раз. Если вы ставите какое-то другое соотношение, например, 78, то она, получается, будет уже звучать более-менее хаотично. Больше звучать, чем не звучать, но, тем не менее, проваливаться она также будет. Это вносит также живость в ваших квадратных композициях, если можно так назвать электронную музыку, да. И от квадратности мы также уходим таким способом. Вы можете назначить многие инструменты таким образом, и у вас будет очень мало повторений, и будет ощущение складываться, что даже не то, что 16 тактов, не 64, а гораздо больше, потому что повторений будет меньше. А если назначить еще LFO, LFO это частота, которая управляет какими-то изменениями каких-то параметров. Здесь два LFO, и вы можете LFO управлять, например, частотой среза фильтра, и также другим LFO управлять это LFO, и получается фильтр будет меняться у вас вот каким-то не вот таким вот положением, а как-то вот так вот двигаться. И это похоже на то, что, например, вы бы постоянно как-то видоизменяли этой рукой, то есть живость в композиции вам точно обеспечена. Также еще один из лайфхаков, который я прочитал, это, значит, функция LFO, она доступна не для всех параметров. Но если вы хотите использовать ее, например, на какой-то другой параметры, можно использовать также провод, который идет в MIDI output, идет в MIDI in, то есть сделать кольцо, и назначить входящий сигнал MIDI на какую-то ручку другую, которая недоступна была ранее. Так что владельцы электрон, которые не знали об этом, вы можете попробовать воспользоваться и написать, как это вообще удобно или нет. Мне на самом деле очень понравился DigiTact внешне, это очень такой классный инструмент, который весит, ну весит он солидно, выглядит просто шикарно. Устройство компактное, и можно даже с ним действительно путешествовать. В рюкзаке он займет не полностью рюкзак весь, а займет какую-то маленькую часть. Удовольствие это устройство доставляет, когда держишь в руках, когда работаешь с ним. Что же мне не хватило в этом устройстве, если говорить о каких-то минусах? Ну, один из важных минусов, ну не то чтобы он нерешаемый, но тем не менее, это отсутствие CV-аутпута. То есть, что такое CV? Это, значит, напряжение, которое отправляется также с секвенсора и имеет возможность управлять, например, модульными синтезаторами. Я считаю, что это важная фишка. Было бы круто, конечно, чтобы она тут была. Хотя бы, чтобы здесь был триггер, допустим, чтобы синхронизировать клок, чтобы ритм играл одинаково. Допустим, управление CV может быть не нужно, да, было бы реализовывать. Но, чтобы клок был, это можно решить, конечно, дополнительными какими-то конвертерами MIDI-to-CV. Не думаю, что это будет проблема для тех, кто действительно захочет это сделать, но также было бы круто, если бы это уже было бы изначально здесь. Конечно же, стерео-функция, о которой я уже заранее говорил. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем ребята обновляли эти устройства и добавили стерео, возможность сэмплировать стерео. Было бы просто шикарно, потому что таким образом можно было бы перенастроить свой лайф-сетап или какой-то свой трек, попробовать в него запихнуть. Когда какие-то звуки бы основные, например, которые невозможно здесь сгенерировать, вы бы использовали в качестве как просто воспроизведения их и набивания, например, ритма уже на самом устройстве. В функции, когда мы используем аудиофрагмент для осциллятора, мне не хватило использования полифонии. То есть мне хотелось сделать какой-то аккорд, этого у меня не получилось. Не знаю, может быть дитюнами, какими-то расстройствами. В принципе, можно, наверное, аккорд уже загрузить, да, и тогда им играть. Но все равно немножко не то было бы управление. Было бы круто, короче, если можно было бы играть полифонию с него. Я думаю, что это также можно исправить прошивкой. Тем более, что это устройство, кстати говоря, недавно пережило свое перерождение, потому что когда выкатили новую прошивку для него, добавили второе LFO, там что-то еще добавили. Очень много всяких полезных штук для этого устройства. И люди, даже те, которые продавали их, снова их начали покупать, потому что оно стало более функциональным и интересным для них. Если так, конечно, поразмыслить, то для себя бы я функцию сэмплирования с легкостью поменял бы, например, на какой-нибудь аналоговый синтез. Я просто привык к синтезу, и мне нравится. Но даже не обязательно аналоговый, пусть он будет цифровой. Цифровой, кстати, даже, наверное, более интересный. Цифровой синтез даст вам различную палитру звуков. Но что тут говорить? Недавно компания Electron, вы, наверное, слышали уже слухи, где-то там на форумах электронавтов написали, что компания Electron зарегистрировала такой нейминг Syntact. То есть это Digitact, есть еще Digitone и Syntact. Ну, тут можно подумать и предположить, что, скорее всего, это как раз-таки какая-то синтезаторная машинка, которая, вот интересно, только цифровая или аналоговая. Я очень буду ждать, на самом деле, выхода этого устройства и посмотрю за ним. Потому что, поработав с Electron, могу сказать, что это очень классные устройства, которые мной были ранее недооценены. Наверное, именно из-за звука. Может быть, Machine Drum в первые годы, когда вот я начал заниматься электронной музыкой, были такие устройства Machine Drum, вот, и они звучали очень стеклянно, очень холодно как-то. И в тот момент был дефицит на аналоговый звук, и тогда это прям, прям реально, вот, аналоговый синтезатор являлся чем-то недосягаемым. То есть старые были очень дорогие, а новых, в принципе, не было. Это сейчас есть Korg Monolog, там, Volca Case, все что угодно. Можно не задорого, даже Берингеров целая линейка. Вот еще несколько лет назад просто этого всего не было. И Machine Drum смотрелось как-то, ну, классное какое-то устройство, но она цифровая. Гораздо интереснее было бы получить какую-нибудь аналоговую. И MFB, по-моему, даже 522-я такая типа драм-машинка, тогда котировалась в плане звука гораздо интереснее и больше. Но для тех, кто не знал, что такое электрон, конечно, те, кто овладели этими драм-машинами, они понимали, насколько они интересны в плане создания каких-то классных ритмов. И даже как-то научились там управлять этими звуками, чтобы это не звучало так стеклянно, чтобы это, ну, какую-то плотную бочку там наворачивать. Точно не знаю, не было у меня машин-драм, но я слышал, как они звучат, и слушал их вживую. Если немного подытожить, то электрон DigiTact это не совсем, наверное, драм-машины сэмплерные, потому что здесь есть секвенсор, здесь есть возможность делать даже осцилляторы из волны, то есть какой-то синтез тут есть, получается, гранулярный, да? Синтезатор немножко, сэмплер, но не полноценный, а именно сэмплер ваншотов, потому что это моно, и ограничение по длительности. И секвенсор тоже неполноценный, получается, нельзя выбирать скейл. Блин, мы на самом деле избаловались, то, что можно выбрать скейл. Раньше такого тоже не было, конечно, сейчас в новых устройствах это есть. Ну, короче, современным тенденциям этот секвенсор немножко не соответствует. Он как бы очень удобный, комфортный, но вот таких-то классных штук, например, как рандомайзер мелодии, здесь нет. Получается, что он всего по чуть-чуть, и кому бы это устройство было бы интересно? Я считаю, что это устройство однозначно интересно тем, кто любит сэмплировать, потому что основная философия здесь это нарезание сэмплов, эти сэмплы, обрезать их, фильтровать. То есть если вы умеете работать качественно с сэмплированием и создавать музыку следующим образом, когда эти звуки друг друга не перекрывают, и когда звучит все качественно, чтобы потом вы не думали, а, что, какой мне мастеринг сделать, вот, что-то у меня все плохо звучит, да? Вот, здесь нужно именно грамотно подходить к сэмплированию, то есть весь спектр эквализации раскидывать, где у вас кибут инструменты, думать, как это все вместе смешать. Вот, получается, что люди, которые любят это делать, им точно это устройство подойдет для того, чтобы, например, отойти от Эблтона и использовать его в качестве наброска каких-то идей. Также это подойдет для людей, у кого есть просто вот аналоговый синт, который не может как-то круто играть, ну, или там какой-то ограниченный секвенсор у него есть, то, купив вот эту штуку, вы мало того, что запихнете туда какие-то свои сэмплы, цифровые, там, аккорды, может быть, даже сами споете что-то, так вы еще этим синтезатором можете управлять. Мне кажется, идеально для тех, кто хочет иметь примерно 2-3 устройства, типа вот эту штуку и какой-то аналоговый синт. Мне кажется, вот прям комплект такой для того, чтобы отойти от компьютера и попробовать посоздавать музыку на внешних устройствах. Будет ли интересно это тем, у кого очень много синтезаторов и управлять, например, 8 синтезаторами? Наверное, нет, потому что все-таки есть тут ограничения по секвенсированию, и музыка у вас будет однотипна. То есть вы будете упираться всегда в какие-то функции. По-моему, полифонии даже тут 4 только можно голоса использовать внешне, на внешней. Точно не буду утверждать, просто реально не хватило времени все это изучить, но я думаю, что эту информацию вы можете найти. Также эта информация, она вся будет меняться в соответствии с новыми прошивками. Сейчас прошивка 1.3, и это соответствует действительности. Но с другой стороны, если вы используете Ableton для каких-то сложных секвенсирований, а хотите просто прийти, допустим, и покрутить свои синтезаторы, настроить, думаю, что это подойдет. Для тех, кто не делает ставки полностью на внешнее секвенсирование, это более чем достаточно. Подойдет ли это устройство для тех, у кого есть модульный синтезатор? Ну, скорее да, чем нет. Почему? Потому что в модульном синтезаторе есть ограничения в тембрах. Здесь вы, например, с помощью дополнительных сэмплов свою музыку можете внести различные тембры и использовать их. И также этот секвенсор вы можете использовать, если вы купите MIDI-конвертер. То есть, в принципе, для тех, у кого есть небольшая модульная система, и эта штука, это также подойдет. Единственное, конечно, вот прям реально не хватает клока. Просто, чтобы синхронизировать хотя бы с каким-то модулем, даже больше клока не хватает, чем не хватает CV-Gate. На TR8S, кстати, есть этот выход-триггер, и вы можете синхронизировать с модульной системой. Хотя CV-Gate там тоже нет. Еще немножко сравню TR8S и DigiTact тем, что TR8S, он гораздо больше. Вот, у него удобнее управление всеми звуками сразу, а здесь удобное управление одним звуком в частности. И переключения приходится делать, ну, между этими звуками. Вот, но TR8S, там тоже есть функция сэмплинга, и она там действительно не дает надежд никаких. То есть, там есть возможность загрузить на OneShot и использовать его как драм-машину. В этом же устройстве есть надежда на то, что вы можете использовать какие-то длинные кусочки, ими их как-то обрезать, делать какой-то гранулярный синтез. Вот это все тут есть. Но, зато в TR8S есть возможность FM-синтеза. Там появилась недавно возможность, в принципе, создавать синтезаторный звук прям сразу на каждой дорожке. И это, кстати, плюс большой для TR8S. Здесь такого нет. А отвечу на вопрос сразу же, если у вас, например, вообще нет ничего, и вы хотите какую-то драм-машину, и выбираете между TR8S и Digitact, я думаю, что Digitact вам будет точно интереснее, потому что у него больше возможностей. TR8S больше подойдет для тех, у кого есть какие-то синтезаторы. То есть, грубо говоря, TR8S это развернутая информация о возможностях создавать ритм. А здесь, в этом устройстве, оно чуть больше широкое. Можно ли на нем написать полностью трек? Я думаю, что да. Я думаю, что это устройство подойдет для того, чтобы написать полностью трек. TR8S не подойдет для того, чтобы написать полностью трек. Хотя, может быть, наверное, но это будет там сделать посложнее. Но, по крайней мере, он будет звучать очень однотипно. Я не люблю, когда однотипно все звучит. То есть, когда все из одного устройства, это не дает возможность получить какой-то контраст. Вся музыка интересная, она чаще всего на каких-то контрастах. Кому бы я порекомендовал это устройство? Да на самом деле, абсолютно всем порекомендовал бы его попробовать. Вот я его попробовал, я очень рад. И в ближайшее время я попробую еще одно устройство, а потом уже буду делать выводы, какой электрон мне все-таки взять. Потому что электрон я точно себе возьму. И его именно секвенсор, он вроде как везде одинаковый у них. Вот эта вот возможность сделать локи на дорожку. То есть, вот, к примеру, расскажу, что такое лок на электроновских секвенсорах. Вы, например, выставляете кик на эти шаги. А на вот эти шаги, задержав эту кнопку, вы можете изменить сэмпл, например, или какой-то параметр. Даже можно клэп сюда добавить. И он будет играть. То есть, одна дорожка будет использоваться для большой палитры этих звуков или их изменений. Я не встречал ни одного секвенсора, который имеет возможность такую штуку сделать. Ну, не знаю, может быть, я, конечно, не глубоко копал. Ну, короче, здесь можно реально не только восемь. Здесь будет не только восемь звуков у вас. Здесь можно из одной дорожки извлечь много звуков. Это вообще очень здорово. И поэтому электрон точно скоро у меня появится. Вопрос только, какой он будет. В ближайшее время у меня появится в студии также электрон Digitone. Я буду его тестировать. И если вам интересно, я также сниму видео, касаемо этого устройства. Чего у меня получится с ним сделать. Может быть, электрон Digitone для меня окажется более интересным. Это такого же формата устройства. Только в нем FM-синтез. И там четыре дорожки, уже не восемь, а четыре. И также четыре дорожки в качестве секвенсора. Это все, что я пока о нем знаю. Ну, то есть я послушал его. Это FM-синтез. У меня есть FM-синтезатор от Meistaico. Есть FM-синтез также в TR8S. В общем, буду слушать его. Посмотрим. И просто синтез мне гораздо интереснее, чем сэмплирование. И, возможно, электрон Digitone именно станет тем инструментом, который останется у меня в студии для того, чтобы создавать вот такие крутые секвенции с локами. Так вроде это называется. И решит кое-какую задачу в креативности. Также у электрон есть интересные синтезаторы. Там аналог ритм. Это получается такой... Там есть синтез. А, там есть, короче, помимо сэмплирования, там есть синтезирование барабанов. То есть одно из самых навороченных устройств у компании электрон стоит. Тоже очень дорого. В два раза дороже, чем Digitact. И есть аналог фо. Это полностью аналоговая такая история с четырьмя дорожками. Ну и есть более бюджетные модели. Кстати, не стоит их недооценить, потому что вроде как функционал у них гораздо интереснее. И даже вот этих вот моделек, которые Digitone, Digitact. Потому что они чуть-чуть свежее. Получается, что компания электрон выпускает устройство. Чем оно свежее, тем оно интереснее. А чем более старое, тем менее интереснее. Например, вот есть электрон Актотрек. Это такая... Ну, это полноценный сэмплер уже со стерео историей. Но у него нет возможности очень быстро создавать музыку, как у Digitact. Я на самом деле думал про Актотрек очень долго. Но когда я начинаю смотреть туториал какой-нибудь, как там что создавать, просто 15 минут сидишь и смотришь, как там нарезают сэмплы, как вот это все. И мне просто, значит, создавать музыку сложнее, чем в компьютере. Это, ну, как бы зачем? Получается, что можно же все в компьютере делать гораздо удобнее мышкой, чем вот это вот все. И устройство должно нести радость и должно нести какое-то веяние. Даже вот эти вот ограничения, которые есть в устройстве. Понятно, что в Ableton есть много чего. А вот ограничения в каком-то устройстве, они должны быть настолько удобны в использовании, что ты эти ограничения используешь в качестве своих каких-то преимуществ и создаешь действительно какую-то классную историю, которая может превратиться в трек. Вот Digitact, это точно про такую штуку. Совсем скоро я его отдаю. Но я думаю, что это один из претендентов, который вернется ко мне в студию в ближайшее время. Тем более, что Ableton Push я свой продал уже. И, короче, будет скоро Electron, точно. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Я надеюсь, вам что-то было полезное из этого видео. Вы провели классное время. И до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok